Дмитрий Шпаро, 75, один из самых знаменитых путешественников и покорителей Северного полюса, сегодня отмечает свой юбилей. В свои годы он полон энтузиазма и водит детские экспедиции на макушку земли. Для новых рекордов Дмитрий Шпаро теперь готовит своих сыновей. Один из них, Матвей, в скором времени попробует повторить достижения отца, но уже на Южном полюсе. Редакция РЕН-ТВ присоединяется ко всем поздравлениям, которые сегодня приходят путешественнику. История о самом знаменитом покорении Северного полюса. Из первых уст в материале Станислава Григорьева. От Кольского полуострова до Чукотки, вот дальше, 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 дальше. Он показывает на карте, как много в нашей стране полярных территорий. И его глаза при этом светятся так, что понимаешь, в душе знаменитого путешественника русский север занимает еще больше места. Ну, слава богу, прошли, утонула у нас одна лыжа, утонула одна лыжная палка, два человека оказались в воде. Ему 75, и сегодня, в день рождения, он вспоминает подвиг, который его прославил. В 79-м Дмитрий Шпаро возглавил экспедицию ученых и студентов, которая дошла до Северного полюса на лыжах. Их сопровождал жестокий мороз. Теплее минус 30 не случалось. По тем временам это выглядело настоящим безумием. Ведь до этого к макушке земли прорывались на разнообразной технике, либо на собачьих упряжках. Идти пешком, да еще и тащить за собой 50-килограммовые нарты по нагромождениям льда. Такое могло только присниться. Участник знаменитой экспедиции Владимир Леденев вспоминает. В пути было все. И коварные полыньи, и обморожения, и солнечные ожоги глаз. Такая обстановка может вымотать даже самого терпеливого человека, но только не Дмитрия Шпаро. Споров было масса. Бывало, что мы там и не разговаривали, и так далее. Но, тем не менее, у нас никогда не было конфликтных ситуаций. Вот конфликтные ситуации исключались. Сын знаменитого путешественника и сам исследователь Севера, Матвей Шпаро, также отмечает эту черту отца. Никогда не повышать голос и своим примером показывать людям, как поступить. Каждое утро в 7.15 он едет на работу, приезжает на работу, работает здесь очень активно в течение 10 часов, для того, чтобы в 6-7 часов поехать домой назад. Он пишет книгу, занимается организацией полярных станций, вводит туристов к Северному полюсу. Предпочтение отдает школьникам. Вот так выглядят экстремальные походы, в которых он берет на себя ответственность за жизнь и здоровье каждого участника. Ну что, Арина, ты готова? Да. Ну давай, молодец. Дмитрий Шпаро по-прежнему полон идей. Прорабатывает грандиозную экспедицию для детей, которая растянется по времени на несколько лет. Кажется, что он каждого подростка в стране готов отвезти к белым медведям. В этой экспедиции, большой арктический медведь, будет принимать участие 200 тысяч российских школьников. Впрочем, многое еще предстоит утрясти и согласовать. А пока в теплой и уютной столице, за праздничным столом, он наверняка будет пересматривать вот эти кадры кинохроники. Семеро смелых и флаг СССР на 90-м градусе северной широты. Кстати, полюс тогда из-за активного движения льдов буквально уплывал из-под ног. Но, как говорят путешественники, они его все-таки поймали. В такие минуты, будто скрещиваются времена.